Давайте в ближайшие минут 15-20 попробуем поговорить о в большей степени теоретических моментах, связанных с появлением, становлением такого понятия, как программируемые корпорации. И я постараюсь дать в основном вводные термины, с помощью которых вы дальше сами сможете поплавать и попробовать разобраться в этом вопросе. Итак, давайте начнем с поиска самого термина программируемая корпорация. Что здесь примечательно? Если вы попытаетесь ввести такое вроде с виду понятное на русском языке связку слов программируемые и корпорации, известные слова в широком словаре, то вы не попадете на страницу википедии, на которой будет написано программируемая корпорация это. Казалось бы, простая связка слов, но за ней по сей день нет никакого хотя бы четкого определения. Даже не то чтобы четкого, хотя бы какого-то. Если мы с вами попробуем покопаться дальше и поискать в Google Академии научные публикации на английском языке с разными вариациями, даже полностью автоматизированная корпорация, программируемая организация, программируемая корпорация, мы с вами тоже практически ничего не найдем, напрямую связанного в названии статей или же напрямую относящихся к описанию того, что же такое программируемая корпорация. К примеру, чтобы вы понимали, вот с Google Академии запрос программируемая корпорация, а вот с запрос интернет вещей. Как вы видите, здесь прямо в заголовках мы видим ярко, что есть какие-то работы напрямую посвященные интернету вещей. Если мы возвращаемся назад, то мы практически ничего даже рядом стоящего с этим термином не видим. Так почему мы вообще будем тогда сейчас в ближайшее время разговаривать о программируемых корпорациях? Довольно-таки все просто, потому что это область, которая именно сейчас у нас с вами на глазах зарождается. Вы в разных вариациях от людей, которые здесь выступают, все равно слышите о том, как они стараются запрограммировать бизнес-процессы и построить систему защищенную, отказоустойчивую для того, чтобы люди, и не только сами люди, а какие-то, например, отдельные устройства могли взаимодействовать экономически. Так вот давайте посмотрим, дальше пройдемся по тому, как мы у себя в команде строим теорию программируемых корпораций. Первое. Что я очень советую посмотреть? Попробуйте бегло познакомиться с тем, что такое раздел науки кибернетика. И вы найдете много интересных вещей, которыми сегодня здесь многие люди-энтузиасты горят. Второй раздел, который еще ближе к тому, чем мы сегодня все занимаемся здесь, это мультиагентные системы. То, на чем они базируются, это понятие децентрализации, автономности и того, что ни один агент в мире не может знать все исходы событий, и ему необходимо вступать в кооперацию для своей работы. И третье направление, которое напрямую сегодня мы видим зародилось и развивается сегодня в блокчейн-индустрии, это децентрализованная автономная организация, или же корпорация, или же некоторые называют децентрализованной организацией, или же децентрализованной автономией. В конце я объясню, почему такая большая вереница в фраз, но к этому чуть попозже. Давайте посмотрим на то, как мы создаем предположение о том, что такое программируемая корпорация. Мы основываемся на описаниях мультиагентных систем и пытаемся понять, как организовать в мультиагентной системе распределение задач между агентами. И видим, что отличным способом для этого подходит всеми нам сегодня более-менее, как людям понятны, это экономические процессы взаимодействия. И тем самым мы что пытаемся сделать? Мы пытаемся запрограммировать сам процесс работы данной корпорации. В итоге главный пока вопрос, вокруг которого мы ходим, это как запрограммировать. Первый вопрос это ограничить влияние человека на процесс с помощью программного кода. То есть мы этот процесс видим, он идет не с Сатоши Накамото, мы видим, что появляется ЦРМ, ERP, мы видим разные индустрии автоматизации бизнес-процессов. Это вопрос того, как мы можем ограничивать влияние человека на нежелательные действия вредящей корпорации. Второе, что тоже отдельно стоит упомянуть, это создать автономного агента. По-другому, если будем смотреть, интеллектуального агента, то есть запрограммировать полностью исполнителя. Это что касается, давайте немножко пофантазируем, полностью автономного робота, который на Марсе нам строит будущую колонию. По идее тоже с виду похоже на то, что это запрограммируемая корпорация, отправляем четырех роботов, а они там занимаются самостоятельно какой-то деятельностью и вступают в кооперацию. И в этот момент мы сталкиваемся с тем, что отлично решает пока что, как мы видим, технология блокчейн. Если у нас есть мультиагентная система, то у нас, получается, встает задача, как вступить в коммуникацию двум автономным агентам. И блокчейн как раз-таки это решение этой задачи. Когда вам необходимо организовать в среде взаимодействие автономных агентов, то блокчейн-технология хорошо решает эту задачу благодаря тому, что а. она позволяет каждому работать собственным локальным автономным хранилищем, и б. защищает процесс коммуникации с помощью достижения консенсуса. Тогда получается, что вопрос консенсуса выходит на первостепенные позиции. Тогда вопрос, что же является максимальной ценностью программируемой корпорации. И здесь мы находим примерно такой ответ, что если вопрос защищенной коммуникации автономных агентов достигается способом консенсуса, и мы знаем сегодня на примере биткоина, этериума и любого другого проекта, связанного с пир-ту-пир одноранговыми сетями, то мы понимаем, что самая главная ценность – это протокол. Протокол, с помощью которого эти агенты взаимодействуют. И основываясь на этих предположениях, мы можем с вами попробовать посмотреть на ту выборку, которую я для вас подобрал сегодня, того, что уже есть сегодня среди программируемых корпораций. Вот первая такая организация – это торрент. Давайте посмотрим на него. Это пиринговая сеть, в которой каждый агент является автономным. То есть нельзя повлиять на локальное хранилище агента никоим образом извне. И что очень интересно, вот даже я у себя в выступлениях использую, что биткоин – это зачастую нами упоминается как первая пиринговая сеть, в которой появилась автономная ценность. То есть ценность, существующая де-факто, ценность, существующая вне зависимости от какого-то конкретного узла сети. Но в торренте есть ДХТ. Это распределенная хэш-таблица, которая гуляет по сети. И по идее, можно не называть это полностью ценностью, но предшественником или прародителем я беру на себя смелость назвать ДХТ как одной из первых автономных ценностей, которые появились в пиринговых сетях, о которых мы можем реально говорить как используемых и важных. Не будь ДХТ, торрент-трекеры не работали бы у нас. Ну и логичным образом мы идем дальше и пытаемся посмотреть, что такое программируемая корпорация 2, к примеру. Это биткоин. Это корпорация, которая создана для того, чтобы создать возможность использования электронной денежной системы. У нее есть, опять же, самое важное, что пока участники сети используют единый протокол передачи данных, она работает. Б. В ней есть автономные агенты. То есть ни один майнер не зависит от другого. Ни один участник напрямую не зависит от другого. И третье. Там есть своя автономная ценность в виде биткоина. Давайте попробуем еще немножко продолжить и посмотреть на следующий список программируемых корпораций, которые мы выделяем. Это проекты MadeSafe, Ethereum, Storage. Их больше. Но наш взгляд сегодня в исследованиях лежит на них. Если вы не знакомы, то условно MadeSafe пытается построить распределенный хостинг, Storage пытается построить шифрованное распределенное хранилище. Ethereum сложная штука для понимания многих, но мы видим, что у нее есть стремление к арбитражу. То есть по идее сделать систему независимого арбитража. Это есть в бумаге Виталия Кабутерина, в сиреневые и в планах на Ethereum 2.0. И как вы понимаете, что для того, чтобы эти системы функционировали, они для этого и создают внутреннюю валюту, чтобы быть автономными и независимыми. И блокчейн технологии позволяет ей жить вне зависимости от конкретного источника ликвидности. А теперь давайте к самому интересному, к тому, что чаще всего люди понимают под словом программируемая корпорация. Часто мы говорим о термине децентрализованная автономная организация. Все знают про the DAO, наверное, уже. Ну здесь первое. The DAO не равно DAO. Это вы должны понимать. То есть если кто-то назвал… Если ООО «Вселенная» существует и оно закрылось, не значит, что Вселенная вошла в коллапс. Это немножко разные вещи. Второй момент. То, что произошло после проблем с DAO, как раз-таки заставляет нас выделить и ввести такой термин, как программируемые корпорации второго порядка. То есть производные. The DAO использовали умный контракт, но они абстрагировали и посчитали за константу существование самой сети, которую все-таки обеспечивали майнеры Этериума. То есть получилась такая ситуация, что код – закон. Но если не учитывать влияние того, что the DAO находилось внутри Этериума. В Этериуме есть стейкхолдеры, есть те, кто поддерживает сеть, и у них в руках протокол. Соответственно, они могут управлять своей программируемой корпорацией. А the DAO уже являлась, уже производной. Здесь я привожу проекты, с которыми мы работаем на сегодняшний день. И мы не можем себе сейчас, как мы видим, позволить даже создавать, и не хотим, я бы даже сказал, создавать программируемую корпорацию первого порядка. Почему? Потому что задачи, которые многих из вас интересуют, связанных с блокчейном, они по идее должны ложиться на распределенную сеть тех, кто уже будут эту сеть поддерживать. То есть когда вам нужно создать инвестиционный фонд, заниматься вопросами интересов майнеров, тех, кто проводит транзакции, это может для каждого отдельного проекта стоить дорого. Но чтобы показать проекты, которые мы делаем сегодня, объяснить немножечко, я выделю всего лишь один проект, времени немного. Вот с чем мы работаем и что я могу сказать. Децентрализованная автономная организация по климатическим инициативам. Дальше на следующем слайде, на ее примере, я объясню, где здесь программируемая корпорация. Дрон-сотрудник большинство знает, это проект для прямого экономического взаимоотношения человека и дрона для оказания услуг. И третий продукт, который мы вводим в работу, это Aero-интерфейс, это возможность создания автономии в глобальной сети, то есть полностью автономной собственной инфраструктуры, без единого пересечения с централизованными системами. И давайте теперь посмотрим немножечко на пример с DAO IPSI, с климатическими инициативами. Мы тоже абстрагируемся от вопроса арбитража, поддержки консенсуса и перекладываем эту задачу на майнеров, которые публичный блокчейн основывает. Но мы используем умные контракты для того, чтобы ограничить возможности людей, которые взаимодействуют. Таким образом, что уже они не смогут ни при каком своем желании не перевести токен или не выполнить с ним функции, которые им положены, чтобы не допустить таких ситуаций. Объясню на примере того, как мы сейчас это тестируем. DAO IPSI построено для того, чтобы хранить распределенно реестры углеродных квот. То есть сейчас есть программы поощрения инноваций в области сокращения выбросов, но нет доверительных хороших систем для хранения реестров этих квот. Так вот, сегодня это очень важно для авиаперевозчиков. И мы сейчас производим совместное тестирование продукта с Аэрофлотом, с несколькими аудиторскими компаниями и компанией «Русский углерод». В нашей системе, к примеру, Аэрофлот – это компания, которая потребляет квоты, потому что она постоянно производит выбросы. И чтобы компенсировать углеродный след, который наносит вред атмосфере, мы можем дать Аэрофлоту умный контракт, на который будут приходить купленные пользователями токены. И в этом контракте у Аэрофлота будет всего лишь одна функция – сжечь эти токены. И вот полное ограничение действия агента, что он ничего не сможет сделать с теми ценностями, которые он получает на свой счет, что не предусматривает логика контрактов. Это как пример, чтобы вы могли сами попредставлять. Абстрагируйтесь от уровня proof of work, proof of stake, потому что это сложные задачи. Попробуйте начать с написания умных контрактов, которые могут ограничить деятельность ваших агентов. И вы посмотрите, насколько ваша система становится строгой и защищенной от человеческой ошибки. И такого типа программируемой корпорации сегодня уже доступны практически любому человеку. То есть вы можете попробовать и поэкспериментировать с ними в действительности просто. Другое дело, как я говорю, с такими инфраструктурными проектами, как биткоин, этериум или другие сегодняшние блокчейн проекты. И последнее, возвращаясь к термину децентрализованная автономная организация, децентрализованная автономная корпорация, программируемая корпорация или же полностью автоматизированное предприятие, сегодня не существует какого-то хотя бы более-менее собранного научного материала на то, чтобы поставить хоть какой-то знак выражения между этими строчками. И это, условно, меняется сегодня у нас на глазах. Вот самое интересное, что единственная работа в научной среде, посвященная децентрализованным автономным организациям, написана сотрудникам The DAO. И это хороший повод для тех, кто умеет писать научные статьи, основываясь на этой работе, написать свою научную работу. Это будет вторая за всю историю человечества работа с заголовком децентрализованная автономная организация. Мой вам маленький совет в конце. Ну, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо. Поблагодарим, Сергея. Если есть вопросы, поднимайте руки. Спасибо. Ну, вы назвали свой доклад «корпорация», да, автономная корпорация. Но ведь корпорация, она не только должна защищаться от ошибок, тем более там человеческих или каких-то еще. Она должна проявлять какую-то инициативу для того, чтобы двигать как-то бизнес. Ну, если это бизнес-корпорация, а не просто какое-то строительство непонятно для чего, непонятно зачем на Марсе автономной какой-то там колонии. Там понятно зачем. Ну, вот, в принципе, кто-то же должен понять, что именно на Марсе нужна эта колония, что нужно ее продать, что она будет там существовать за такие-то деньги, а за такие-то не будет. Вот эта вот инициатива, она же тоже должна быть. Или это не корпорация, а это нужно в этот стол «корпорация» заменить. Вы очень хороший момент затронули. Вот если честно, сегодня есть понятие DAO и DAC, децентрализованная автономная организация, децентрализованная автономная корпорация. Так вот, единственная работа, в которой я нашел хоть какое-то описание различий, дает основатель BitShares, он говорит, корпорация должна платить своим инвесторам, а организация не обязана это делать. Это к тому же вопросу к вашему. Мы не можем сегодня стопроцентно сказать, что вот это будет корпорация, это организация, потому что слишком мало исходного научного материала, чтобы проставить между ними равно. С точки зрения мотивации я не вижу проблемы в вопросах программирования. Вы, когда создаете устав вашего юридического лица, вы создаете контракты обычные наем-менеджер, вы там учитываете интересы корпорации. Вам умный контракт, автономный контракт не мешает никаким образом учитывать всю систему извлечения прибыли корпорации в самом умном контракте. То есть это не значит, что умный контракт – это всегда вопрос не меркантильный. Это зависит от того, как вы его напишете. Ремарка уже скорее, что все уставом или какими-то бумагами, или какими-то правилами не исчерпывается в бизнесе, по крайней мере. Возникают постоянно какие-то ситуации, когда нужно принимать решения именно человеком. Согласен, если будет изобретен искусственный интеллект, который будет, наверное, сопоставим с человеческим, то действительно можно будет создать такую автономную корпорацию на базе этого искусственного интеллекта. Но пока, наверное, мы далеки от этого. Вы, наверное, о высоком менеджменте говорите. Если мы возьмем любую более-менее крупную корпорацию, там можно отделить прослойку так называемых конечных автоматов, которые должны выполнять свою инструкцию трудовую со стопроцентным гарантией выполнения. И эти процессы подходят под программирование. Когда вы говорите о том, что человек все равно, знаете, как эта итальянская забастовка, выполняет все в соответствии с требованием. Это вопрос к требованиям. Насколько они хорошо поработаны и как они работают. Мы не видим сложностей в том, что аэрофлоту по договору о том, что он будет потреблять единицы, и он будет ограничен своих возможностей сгоранием. Понимаете? Я не вижу, что здесь нужен человеческий фактор. Зажечь ли мне эти квоты или все же поторговать их на рынке? Вот я бы такой вот не хотел бы допускать. Или выпустить ли мне все-таки зарплату человеку из бюджета или не выпустить зарплату из бюджета. Я бы хотел бы вот таких процессов двоемыслия от централизации избегать. И я только для этого призываю в первую очередь заниматься вопросами использования программируемых корпораций. То есть стараться перевести те процессы, которые не вызывают двойственности, а только наоборот делают, так скажем, ваш сам бизнес-процесс более строгим. А я хотел бы уточнить, так как вы разбираетесь в этом больше, чем я гораздо. Вопрос такой. Что сейчас людям мешает, по-вашему, заключать быстро умные контракты? К примеру, даже с компанией Аэрофлот это будет сделано через веб-интерфейс либо какое-то приложение универсальное для всех. Очень молодая технология. Я бы не рисковал бы на уровне всего Аэрофлота использованием малопроверных. Все понимаете же. Надо, чтобы снизу сначала протестировали. Условно на этом какой-то рынок проявился. А потом это пойдет повыше. Но, как вы видите на нашем примере, частички внедрять, использование запрограммированных контрактов ничего не мешает. И даже крупным компаниям. То есть видите ли вы покупку билетов на сайте Аэрофлота через умный контракт завтра? Нет. Потому что это слишком важный объект процесса. Но увидеть, что они участвуют в климатических инициативах, можно. Может ли банк Wells Fargo, самый мой любимый из последних сюжетов, потому что я за прямые экономические отношения человека и робота, что робот подтверждает, условно, доставку груза и скроу-сервис срабатывает. Вот они есть маленькими кусочками реальных внедрений. Технологии внедряются поколениями. Вот по правде говоря, поколениями от момента появления теорий до момента практики. Вот пример за кэшем. Те, кто занимаются криптовалютами, очень хорошо знают, что такое за кэш. Основано на идеях теорий из криптографии 80-х годов. Но на что свое применение сегодня? Понимаете? Вот к этому, то есть поколение. Вот через 20 лет, скорее всего, можно будет такое увидеть. Все. Окей, еще один вопрос, наверное. Да, Сергей, у меня просто вопрос по примеру. Не совсем было понятно, как имитируется вот этот вот токен, который в итоге потом сжигает аэроход. Смотрите, в этой системе работают напрямую аудиторы. То есть сегодняшний рынок углеродных реестров, он страдает какой проблемой? Все хранится у трейдеров, хранится у организаций, которые гарантируют соблюдение правил поведения реестрами. Но схема как? Предприятие переходит на чистую энергию, на солнечную. Приезжает аудитор, разбирающийся в этом, и заверяет какое-то количество квот. За это платит предприятие аудитору деньги. И это обычно в бумажном виде идет. Потом уже сам завод может условно пойти с этой бумажкой и попытаться найти покупателя. Так вот вместо бумажки, чтобы это не было там условно, чтобы можно было российскому предприятию модернизироваться и продать это во Франции, или же наоборот, доверие к реестру не вызовет, если он будет в сети блокчейн, в какой-то из сетей, где есть блокчейн. То есть на предприятие будет все равно приходить аудитор, имеющий имя, которому доверяет покупатель. То есть аэрофлот не будет покупать любую квоту на этом рынке. Он скажет, я буду покупать квоты, которые заверяет КПМЖ и, например, Эрнст и Янг. И мы ему эти квоты, соответственно, будем фильтровать. И когда пассажиры аэрофлота будут погашать свой углеродный след, на рынке будут проходить только транзакции, связанные с покупкой квот, заверенных Эрнстом и Янгом или КПМЖ. Какие еще вопросы? Да, спасибо за такой фундаментальный доклад. Это, наверное, не вопрос будет о комментарии, но, может быть, вы как-то отзоветесь. Вот вы сказали про научное направление, но на самом деле конец 60-х, начало 70-х. И в США системщики, у нас организационщики ставили вопрос создания, ну можно так обобщить термином, нормативных организаций. Вот, это сейчас маргинально, об этом как бы не вспоминают. Работы Глушкова вы имеете? Нет, я могу называть фамилии, я могу говорить в кибернетике, Турчин, Эмплби. Но можно так сказать, отец интернета Энгельбард говорил о том, что цель интернета, вообще задача интернета как такового, первого тогда еще в конце 60-х, это усиление коллективного IQ нашего. Я вот просто обращаю внимание, что на самом деле это не совсем так. Есть теория, есть научная подоплека, просто сейчас DAO, это действительно, ну как бы другой термин. Это не аяс, это такой неологизм, это ну как бы новые слова, но на самом деле корни, они полувековые. И вот мы сейчас наблюдаем, как DAO проходят изобретения велосипедов, как в DAO создаются, допустим, голосования, значит, опирающиеся, вернее, не опирающиеся на методы, на методы, которые есть, которые позволяют избежать парадоксов и ловушек голосования. И банально даже принятие решений, коллективное принятие решений, это вообще основа по идее DAO, ну как бы действительно не видит своих корней, не видит того, что нужно делать просто правильно. То есть 150 лет назад написаны математические методы голосования. Вы говорите о том, что просто условно в диссернете бардак, да. Ну то есть система голосования, кстати, вы тоже можете посмотреть, работ фундаментальных, объясняющих, почему мажорити, например, 51%, это устойчивое голосование, нет. А, например, задачи византийских генералов, она стопроцентно гарантирует, что если голосуют за одно решение 66% плюс один голос, там условно, то эта сеть будет устойчиво развиваться. Однако же мажорити пока что основной способ голосования. Это к вопросу только одному. Если вы знаете фундаментальные работы 50-х, 60-х годов в области голосования, в области автономии, децентрализации, то соберите их вместе, сделайте их ссылками к своей хотя бы маленькой статейке, поделитесь с нами, и мы вместе попробуем это дальше как-то развивать. Вот к этому только вопрос. Нам не хватает систематизации и понимания знаний. Действительно, очень важный вопрос, что сейчас затронуто будет проводиться миллион ICO, и не за каждым из них будет что-то интересное, иногда будут такие ляпы происходить. Но, с другой стороны, пускай. Это вопрос инвестора. Хочешь, вкладывайся в то, что потом погибнет. Нам зато больше опыта в работе, больше ссылок, что вот это не удалось, не работает, вычеркнем. Ну, все, наверное. Спасибо, Сергей.